приветствую вас на нашем канале сегодня я хочу приготовить лечо для него нам понадобится 1 килограмм помидор я взяла самые мягенькие помидорчики и 2 килограмма перца красного зеленого не имеет значения уже очищенного 2 килограмма для начала нам нужно помидорчики нашей перетереть и для этого я взяла блендер сейчас я поставлю помидоры на огонь и пусть они немножко покипят минут 15 кому не нравится шкурки и семечки можно потом пропустить через сито кого нету блендера можно это все сделать через мясорубку ну если этого нет то тогда можно просто на 4 части поставить на огонь подогреть и потом все через сито перетереть все минут на 15 на огонь чтобы закипела пусть покипит пока он будет кипеть мы будем заниматься перцем перчик будем резать так как вам нравится хотите на квадратики хотите полосочками я буду резать вот так порезала я перчики получилось полная кастрюля еще немножко над доске берем ситой кастрюльку и будем сейчас процеживать наши помидорчики которые варились уже 15 минут процедили томаты наши от шкурок и всяких этих семян но в кастрюльке немножко осталось это не проблема теперь закладываем сюда весь наш перчик и ставим на плиту до закипания с момента закипания варить минут 15-20 закипел перчик и сейчас мы сюда добавим сахара 3 столовые ложки 1 столовая ложка соли без горки и специи добавляю еще по четвертой чайной ложечки базилика сушеного черного перца и кориандра кориандр можете не добавлять это на любителях кто хочет кто не хочет все перемешиваем и оставляем кипеть только огонек сделаем поменьше минут на 15-20 берем смотреть кто любит чтоб перчик был твердоватенький значит на 15 то что более мягче то 20 минут то совсем мягкий 25 как минимум держать нужно чтоб совсем мягкий был это все на любителя накрываем крышечкой и пусть тушится только на медленный на маленький огонек с вами пока перчик варится мы подготовили еще чеснок 1 наловка и петрушки петрушку это не обязательно чеснок если них не хочет но это я добавляю чеснока еще чеснок можно конечно порезать но я использую чеснокодавилку через него можно порезать просто кусочками осталось минутки две варки и я добавляю уже чесночок прежде чем добавлять чеснок попробуйте пожалуйста на вкус если вас устраивает сладость может немножко соли добавить можно добавить сюда же добавляю и зелень все размешиваем и даем еще покипеть одну-две минутки лечо мое уже готово все только сняла его со дня баночки тоже уже простерилизовала можно уже налаживаю чеснок если не хватает жидкости то кастрюльке еще остается много жидкости просто берем и доливаем что было полная баночка заполнена жидкостью и закатываем все ну вот и готово все наши баночки закатаны и накрываем их чем-нибудь тепленьким и оставляем на ночь для остывания приготовили наш салатик вот такой красивый получился получилось 4 полных баночки 3 пол литровые и одна не полная я люблю чтоб перчик немножко похрустывал да это ну сладкий вкусный очень мне нравится чернока если кто любит побольше можно и больше ложить но для меня сладкий лечо это очень вкусно подписывайтесь на наш канал ставьте нам лайки пишите комментарии всего вам доброго пожалуйста кто сладкий лечо сладкий лечо печя Продолжение следует...